Специалисты муниципальной жилищной инспекции начали наказывать управляющие компании за плохую уборку крыш. Пока составляют протоколы, нарушения жилищники должны ликвидировать сразу же. Из-за февральского потепления и многочисленных жалоб новосибирцев график проверок сдвинули. Куда обращаться, если из крыши снег не убрали, расскажет Александра Медведенко. Коммунальщики активно выполняют предписания мэра по уборке снега с крыш и козырьков. За этой работой сейчас особенно пристально следят специалисты муниципальной жилищной инспекции. Нарушения нужно сразу исправлять, иначе компании грозит административная ответственность. С 15.02.2019 года осмотрено 853 многоквартирных дома. В ходе осмотра установлено 36 нарушений. 26 нарушений по наличию снежных навесов и льдообразований. На сегодняшний день составлено 3 протокола, 8 находятся на фонде. Обязательное условие для сбрасывания снега с крыш – это наличие ограждений, в данном случае полосатой ленты, объявлений, а также человека, который предупреждает автомобилистов и прохожих об опасности. Если вокруг дома нет сигнальных лент, жилищники уверяют – это вовсе не признак недоработки. Почему на этом доме нет сигнальных лент, нет каких-то ограждений? На этом доме у нас нет льдообразований, нет шапок, которые угрожают жизни населению. Задача сейчас перед всеми обслуживающими организациями одна – очистить крыши от опасного снега. А вот каким образом это сделать, каждая организация решает самостоятельно. Представители управляющих компаний утверждают – даже отсутствие жильцов – не повод для бездействия. Самовольно установленные, мы, ну, козырьки у нас тоже, которые сами собственники установили, мы даем предписание, чтобы они сами убирали с них снег. Но если мы понимаем, что такая ситуация, что, ну, может, там кто-то не проживает, или, ну, физически не могут, мы, конечно, сами выходим и убираем. Специалисты жилищной инспекции призывают новосибирцев сообщать об опасности и тех случаях, когда управляющая компания бездействует. Каждый сугроб на крыше – потенциальная опасность. Обратиться с жалобой можно в единую дежурную диспетчерскую службу или оставить сообщение на муниципальном портале Новосибирска. Александра Медведенко, Олег Королевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.